Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Когда прозвучал сигнал окончания прошлой игры, Фил достиг 20 тысяч, но потратил все подсказки. И вот как было сложно играть на время. Время пошло. Часы текуют. Девушки отдыхают Окончательный отверт ноги. Вы могли забрать 10 тысяч. А цвет верный у вас 20 тысяч. Удачи, Фил. Мы начинаем обновленную игру «Кто хочет стать миллионером». Итак, последний вопрос на время. Слушаем. Что из этого не входит в Олимпийское десятиборье? Варианты. 800 метров, прыжки с шестом, толкание ядра 400 метров. Я не уверен на 100%. Пожалуй, я заберу деньги, Крис. Ответ окончательный. Ответ окончательный. Ладно, аплодисменты. Не успели познакомиться. Короткое знакомство. В прошлый раз вы держались дольше. Но ничего. Теперь вы станете звездой у себя дома. Ведь вы заберете целых 20 тысяч. А как бы вы ответили? Будь слегка посмелей. Моя жена сейчас кричит в телевизор, потому что она спортсменка. Правда? Но я бы сказал толкание ядра. И она бы не обрадовалась. Верный ответ 800 метров. Аплодисменты. Он забрал 20 тысяч. Удачи, Фил. Спасибо, до свидания. Итак, Фил Смитт скрылся в ночи, забрав чек на 20 тысяч. А мы приветствуем нового игрока. Вонду Рэйвен из Кингсхита. Что в Бирмингеме. О, нет. Это вы. Здравствуйте. Рад видеть. Давайте помогу. Спасибо. Вот так. Как высоко. Главное, сидите там подольше. Итак. Вонда Рэйвен зарабатывает деньги, как частный садовник. В 40 лет она пошла за мечтой, бросила работу и стала актрисой. С тех пор Вонда раздевалась на сцене и показывала декольте в рекламе на поездах. В зале сидит ее мама, Джилл. Которая будет следить, чтобы ее дочь не бушевала и не разделась, если выиграет миллион. Ну, посмотрим, как пойдет. 12 верных ответов, и я, как обычно, выпишу чек на миллион. Но на первые 7 вопросов до 50 тысяч придется отвечать за отведенное время. А на первые 2 вопроса у Вонды всего по 15 секунд. Придется пошевелиться. Ладно. Готовы? Да. Удачи, Вонда. Мы начинаем обновленную игру «Кто хочет стать миллионером?» Итак, Вонда, первый вопрос стоит 500 фунтов. Я читаю вопрос, и как только появятся варианты, у вас будет 15 секунд на ответ. Ясно? Да. Первый вопрос. Кто обычно лечит корневые каналы? Время. Садовник, шкипер, окулист, дантист. Дантист, ответ окончательный. И верный, у вас 500 фунтов. Вонда, у вас три подсказки, а второй вопрос принесет несгораемую тысячу фунтов. Какой термин описывает работу великого художника? Время. Старый капитан, старый губернатор, старый герцог, старый мастер. Старый мастер, ответ окончательный. У вас 1000 фунтов. Молодец, Вонда. Пока вопросы просты, но станут сложнее. Зато и у Вонды будет 30 секунд на ответ, а не 15. Сейчас у Вонды три подсказки и несгораемая тысяча фунтов. Не переключайтесь. Итак, у Вонды несгораемая тысяча фунтов, а значит, теперь у нее будет по 30 секунд для ответа на следующие пять вопросов, которые будут все сложнее. То есть мы одной рукой даем, а другой отбираем. А зачем вы раздевались на сцене? Ну, знаете... Вы сказали, что всегда этого хотели. Но пока не разделась, не знала, как это раскрепощает. Правда? Я играла в пиесе, в которой надо было показать. На репетициях я всегда была в компедрессе, но во время генеральной были похороны моего отца. Боже. Ну, знаете что? Жизнь коротка. И на генеральной все сошли с ума, из-за... Ну, все женщины хлопали, а мужчины сделали так. Понятно. И вот так. Да, все так и было. Ясно. Третий вопрос стоит две тысячи, и время пойдет, как только появятся варианты. Кого Фабио Капелло назначил капитаном английской сборной вместо Джона Телли? Варианты. Стивен Джерард, Дэвид Джеймс, Вейн Руни, Рио Фердинанд. Рио Фердинанд. Ответ окончательный. Почему так долго думали? Перечитывала вопрос. На всякий случай. И правильно делали. Две тысячи ваши. Четвертый вопрос стоит пять тысяч фунтов, и тоже будет на время, как и все до седьмого вопроса. Итак, четвертый вопрос на пять тысяч фунтов. Какая британская актриса является девушкой режиссера Тима Бертона? Время пошло. Кейт Уинслит, Хелена Боннэм Картер, Рэйчел Вайс, Кейт Беккенсейл. Хелена Боннэм Картер. Ответ окончательный. Почему так уверенная? Кейт Уинслит с кем-то другим, не знаю. Просто уверена. И правильно, у вас пять тысяч. Если вы получите много денег, что перепадет вашей маме, сидящей в зале? Ну, я сложу маму в Новую Зеландию. Поедем вдвоем. У вас есть парень? Да. Да. Удивлены? Нет. Да, удивлен. Простите за любопытство. Это он одевается космонавтом? Да, он. Джеймс. Джеймс. Хочет стать космонавтом? Да, хочет. Правда? Правда. Сейчас таких немного. Вы правы. Ладно, и так у вас три подсказки. 50 на 50, звонок другу и помощь зала. А если ответите на седьмой вопрос, получите новую подсказку. Пятый вопрос может удвоить ваш выигрыш. И у вас, как обычно, 30 секунд на ответ. И вот он. Шароле. Порода каких животных? Уток, коз, овец, лошадей. 50 на 50. Стоп, часы. Компьютер, уберите два неверных варианта, оставив рунде один верный, один неверный. Время пошло. Помощь зала. Стоп, часы. Подсказки быстро тают. Зал, у нас вопрос на 10 тысяч. Осталось всего два варианта. Шароле, порода каких животных? Берите пульты. Остались два варианта, овцы и лошади. Вопрос на 10 тысяч. Голосуем. 41% за овец, 59% за лошадей. Время пошло. Ну что ж, не буду тратить звонок другу. Лошади, ответ окончательный. Не смотрите так. Я смотрю на вас так, потому что 59% зала ошиблись. Простите, но верный ответ – овцы. Бывает. Аплодисменты, она забирает тысячу. О, Вонда, мне очень жаль. Вонда забирает тысячу фунтов. Итак, Вонда забрала всего тысячу, а значит у нас новый, надеемся, умный игрок, готовый сразиться с секундомером. Это Наташа Картер из города Хьюм, что в Большом Манчестере. Выходите, Наташа. Вы готовы? Да. Присаживайтесь. Вы так рады? Да. Наташа Картер поступила на журналиста, но проучилась всего два дня. Затем она работала на радио, где анализировала статистику, что продлилось больше двух дней. Наташа любит своего парня Зентай О. Они вместе смотрят бокс, но она ненавидит птиц, особенно голубей. Зентай О остался дома, как звонок другу, а за Наташу болеет ее мама и Вон танцующая сальсу. Ну вот, застеснялась. Итак, 12 вопросов. Первые 7 на время, 1 миллион фунтов и 3 подсказки, чтобы дойти до 50 тысяч и получить четвертую. И по 15 секунд на первые 2 вопроса. Наташа, скрестим пальцы на удачу и начинаем обновленную игру «Кто хочет стать миллионером?» Ну что, готовы? Готова. Итак, вопрос на 500 фунтов. В чем из этого дети хранят деньги? Время. Свинья-сейф, свинья-копилка, свинья-сундук, свинья-кооператив. Я скажу, свинья-копилка, ответ окончательный. Отлично, 500 фунтов ваши. А второй вопрос принесет вам несгораемую тысячу фунтов. Как называется машина, у которой задняя пятая дверь открывается вверх? Время. Свичбэк, хэтчбэк, флэшбэк, тейлбэк. Мой окончательный ответ – хэтчбэк. Верно, у вас тысяча фунтов. Молодец. Все хорошо? Да, спасибо. У вас уже тысяча. Точно. Вы нервничаете? Есть немного, немного. Вы правда учились на журналистов всего два дня? Да. А теперь на радио? Да, теперь на радио. Нравится? Да, там классно. Но вы же не диджей, не продюсер, а просто сотрудник. Да, я просто сотрудник. В отделе статистики не скучно? О, нет, мне очень интересно. Очень интересно, кто нас слушает. Ведь я очень любопытная. Мама тоже любопытная? Еще какая. Очень любопытная. Она и сюда-то пришла, чтобы за мной следить. Я знал вас тысячи фунтов. Третий вопрос стоит две тысячи. Теперь у вас будет тридцать секунд на ответ, и... Так будет до седьмого вопроса. Итак, третий вопрос. Что из этого не сушеный виноград? Что из этого не сушеный виноград? Тридцать секунд пошли. Каринка, айва, изюм, кешмиш. Это айва. Ответ окончательный. И верный. У вас две тысячи. Вы застыли, как кролик перед удавом. Почему? Что случилось? Я вспоминала, как выглядит сушеный виноград. Ясно, умница. Вы сохранили подсказки. А на какую сумму вы нацелились? Хотелось бы 20 тысяч. А все, что больше, будет просто супер. На что потратите? Устрою большой семейный праздник. А еще меня пригласили на свадьбу в Канаду. Я уже забронировала отель, но хочу сделать апгрейд. Ясно. А как же ваш Зентайо? Вы так говорите его имя, Зентайо. Так его зовут? Правильно, Зентайо. Означает... Я думал, Зентайо, а надо Зентайо. Да, Зентайо. Понял, кем он работает? У него свой бизнес. Правда? Да. Значит, для него 20 тысяч. Мелочевка. Ладно, у вас две тысячи, а четвертый вопрос стоит пять. Вы сохранили все подсказки, у вас 30 секунд на ответ. Какое животное носит имя Александр Орлов в одной рекламной серии? Время. Сурикат, горилла, собака, конь. Я знаю ответ. Это сурикат. Ответ окончательный. Чего смеетесь? Ответ верный. У вас пять тысяч. Итак, у вас пять тысяч, а пятый вопрос стоит 10. Можно удвоить выигрыш. Вы молодец, Наташа, еще не потратили ни одной подсказки. Вы потеряете четыре тысячи, если ошибетесь. У вас 30 секунд. Какие соревнования чаще всего проходили на стадионе Велтемстоу? 30 секунд. Мотогонки, забеги, полегкой атлетики, забеги гонщих. Я спрашиваю у зала. Стоп, часы. Итак, зал Наташа берет подсказку. Берем пульты в руки. И вот вопрос на 10 тысяч. Какие соревнования чаще всего проходили на стадионе Велтемстоу? Кнопка А. Мотогонки. Б. По легкой атлетике. С. Велогонки. Д. За беги гонщих. Вопрос на 10 тысяч. Голосуем. 4% за мотогонки, один за атлетов, один за велогонки. И на удивление, высокий процент 94 за гонщих. Время пошло. Я отвечу, как зал. Забеги гонщих. Ответ окончательный. Вы так сказали? Пожалуй, я отвечу, как зал. 94%. Все же помнят шаролейских коней. Ответ верный. У вас 20 тысяч. Спасибо. 10 тысяч. Прекрасно. Отлично. У вас две подсказки, и вы в двух шагах от 50 тысяч фунтов. Серьезные деньги. Правда? Да. Шестой вопрос стоит 20 тысяч. И у вас будет 30 секунд. Какой фильм был самым кассовым в мире до выхода «Аватара»? 30 секунд. «Темный рыцарь», «Братство кольца», «Матрица», «Титаник». О. «Титаник», ответ окончательный. Не «Братство кольца». Сомневаюсь. И правильно. У вас 20 тысяч. Наташа Картер выиграла 20 тысяч. И сохранила 50 тысяч на 50, а также звонок другу. Следующий вопрос будет стоить 50 тысяч. И она получит новую подсказку. Не переключайтесь. Итак, мы продолжаем с Наташей Картер из Большого Манчестера. Она выиграла 20 тысяч и потратила всего одну подсказку. А что у вас за фобия на птиц? Я ненавижу всех крылатых существ. Ненавижу. Всех подряд? Всех без исключения. А как же малиновки? Ну, малиновок может и нет, а... А голуби? Толстые голубки? О, нет. Нет? Они мерзкие. У них огромные крылья, как у лебедей и гусей. Они как летучие крысы. Итак, у вас 20 тысяч. Шутки в сторону. 20 тысяч. А седьмой вопрос, если ответите, будет стоить 50 тысяч. Вы не обязаны отвечать. Но можете потратить все подсказки за 30 секунд и все равно забрать 20 тысяч, что будет очень хорошо. Итак, седьмой вопрос стоит 50 тысяч. Наташа, вы не обязаны отвечать. Слушаем вопрос. Кто из этих писателей приходится свояком Роберту Харрису, автору романа «Отечество»? 30 секунд. Питер Эйкроид, Ник Хорнби, Йен Ренкин, Телли Пратчетт. Можно позвонить другу. Я знал, что так и будет. Стоп, часы. Итак, у вас на выбор три друга. О, это он. Да, Зентайо. 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 В общем, он. А это ваш отец? Да, это папа. А кто такой Джез? Это мой босс. Ясно. Кому звоним, кто знает ответ? Наверное, я позвоню Джезу. Думаю, Джез может знать. Надеюсь, знает. Не папе, не парню, а Джезу. Джезу. Ладно, звоним, задаем вопрос, даем варианты. Сказать, что вопрос на 50 тысяч. Да, пускай, пусть знает, пусть знает. Алло. Джез? Да. Крис Таран, добрый вечер. Добрый вечер. Как дела? Спасибо, хорошо, у вас как? Неплохо. Передо мной сидит Наташа, и она очень странная, правда? Она чудо. Нет, чудо, но странное чудо. Джез, она хорошо идет, но застряла на одном вопросе, стоящем 50 тысяч фунтов. Терри Пратчет. Пятнадцать секунд. Да, я не знаю. И даже не... Нет? Совсем? Нет. Ну, все равно, спасибо, Джез. Впервые слышу, извини. Ну, до завтра. Ладно, удачи. Спасибо, пока. Запустить время. У вас одна подсказка. 50 на 50, пожалуйста. Компьютер, уберите два неверных варианта, оставив Наташу один верный, один неверный. Время пошло. Ник Хорнби, Терри Пратчетт. Я понятия не имею, правда. Поэтому заберу 20 тысяч. Отдайте, пожалуйста, деньги. Правильный выбор. Аплодисменты. Она забирает 20 тысяч фунтов. Она едет в Манчестер. И везет с собой деньги. А вам уже все равно? Да. Вам уже на все наплевать. Как бы вы ответили? Терри Пратчетт. Это верный ответ? Да. Но вы не знали. Правда, верный ответ Ник Хорнби. Аплодисменты. Она забирает 20 тысяч. Отлично играли. Умница. Поздравляю. 20 тысяч уезжают в Большой Манчестер. Итак, Наташа забрала 20 тысяч, а значит, мы встречаем нового смельчака из грабства Тайрон, что в Северной Ирландии. Его зовут Крис Коулз. Привет. Как дела? Спасибо, хорошо. Отлично. Присаживайтесь. Вы летели, как ураган. Старался. И получилось. У Криса была очень яркая жизнь, как видно, по нему. Он служил во Вьетнаме, был поваром в буфете, затем авиаэлектриком, торпедным механиком, стекольщиком, охранником, установщиком, винилового сайдинга, обзорщиком новостей, парковщиком и фотографом для желтого журнала. А сейчас он учитель начальных классов. В его коллективе 20 женщин. Поэтому он и лысый, как сам говорит. Не знал, что так бывает. А в нашем зале об отставках волос Криса заботится его жена Джули. Итак, много тем для общения. 12 вопросов. Первые 7 на время, 1 миллион фунтов и 3 подсказки. А на первые 2 вопроса будет по 15 секунд. Удачи, Крис. Мы начинаем обновленную игру. Кто хочет стать миллионером? Вы выглядите очень уверенным, что хорошо. Первый вопрос стоит 500 фунтов, и у вас будет 15 секунд на ответ. Какое из этих слов обычно означает группу рыб? Варианты. Столпа, стадо, косяк, стая. Это косяк, Крис. Ответ окончательный. И верно, у вас 500 фунтов. Итак, последний шанс уйти ни с чем. У вас 500 фунтов. А второй вопрос даст несгораемую тысячу. У вас 3 подсказки. 15 секунд на ответ. Вот и вопрос. Как называют фотографов, делающих скрытные фотографии звезд? Время. Папирус. Паприка. Папайя. Папарацци. Папарацци, ответ окончательный. И верный, тысяча ваша. Молодец. Простые вопросы. Да. У вас не самый обычный северо-ирландский акцент, да? Да, я говорю, не как большинство на севере Ирландии. И откуда он? Вы американец или канадец? Я американец из Канады. Сейчас объясню. Я американец с американским паспортом, но я переехал в Канаду в 23 года и жил там. Так я в 88-м не переехал в Ирландию, где живу по сей день. Я не говорю с ирландским акцентом, но иногда вставляю в речь ирландские обороты, как я их называю. И вы учитель начальных классов? Да. Нравится? Очень. Что о вас думают дети? Моя сестра говорит, что я гибрид сержантой плюшевого мишки. И, наверное, мои ученики думают так же. Вы бы стали мне перечить, будь вам 9 лет. Я в любом возрасте не стал бы. Я обожаю детей. Ими я могу быть самим собой. Уверен, они вас любят. У вас 1000 пунктов. Третий вопрос стоит 2000 пунктов. И теперь у вас будет 30 секунд на ответ. Итак, вопрос. Четвертый вопрос стоит 5000 пунктов. Сейчас вы в 9 шагах от миллиона, и все подсказки целы. В каком городе пройдут Олимпийские игры 2016 года? Секундомер. Чикаго, Мадрид, Рио-де-Жанейро, Токио. Давайте спросим зал. Стоп, часы. Зал, слушаем вопрос. В каком городе пройдут Олимпийские игры 2016 года? Кнопка А, Чикаго, Б, Мадрид, С, Рио-де-Жанейро, Д, Токио. А, Б, С или Д. Голосуем. 2% за Чикаго, 10% за Мадрид, 79% за Рио-де-Жанейро, 9% за Токио. Время пошло. Я отвечу как за. Рио-де-Жанейро. Ответ окончательный. Вспомните шаролейских коней. Я, я, я их помню. 79% не ошиблись. Ответ верный, и у вас 5000. Спасибо. Последние игры были у нас в Лондоне, а следующие будут первыми в Южной Америке. Любите спорт? Вы спортивные? Понятно, простите. Извините, я не подумал. А в каком смысле люблю спорт? Ну, берите с барьером. А вот вы о чем. Нет, я, этим я занимался когда-то давно. Я хорошо катался на лыжах. Сейчас я тоже могу скатиться с горы, но я еще играл в сквош, а сейчас просто езжу на мотоцикле. Вы знаете, что интересно? Ваша жена Джули сидит там, нежно улыбаясь вам. И вы познакомились на мотоцикле. Это интересно. Она сидела сзади, а я впереди. Да, но... Откуда вы знали, как она выглядит? Вы что, обернулись? Наш общий друг на Норд-Вест-200. Это известные макагонки. Мне некого было подсадить сзади, и друг предложил ее. Мы провели весь день вместе, с тех пор почти не расстаемся никогда. Так и живем, и ездим вместе. Прямо мелодрама. Точно, даже слезы наворачиваются. И первый раз вы увидели ее в зеркале заднего вида. Ну? Я частенько туда поглядывал, сознаюсь. А на ней был шлем? Да, она даже в шлеме, красавец. Ясно. У вас пять тысяч. Пятый вопрос стоит десять, и у вас еще две подсказки. Звонок другу, и... Пиздесят на пятьдесят. Итак, вы можете удвоить деньги за тридцать секунд. Кристиан Лабутен, известен как дизайнер чего? Шлях, обуви, украшения и косметики. Позвоню-ка я другу. Стоп, часы. У вас три друга на выбор. Давайте посмотрим. Алистер, Имман и Говард. Это родственники, друзья, кто они? Парень в середине живет в Южной Каролине, мой старый друг. А с другими я познакомился здесь, их рекомендовали как очень умных. Но лично я с ними не знаком. Вы давно стремились к нам, но не могли попасть? Да. Кто из них может знать о дизайне шляп, обуви, украшений и косметики? Наверное, я выберу Алистера. Ладно, а где он сейчас? Он в Займон-Милле, где я работаю учителем. Ладно, звоним ему. 30 секунд, зададите вопрос, зададите варианты, а дальше посмотрим. Если что, у вас 50 на 50 подсказка. И на ответ осталось 23 секунды. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло? Алистер? Да. Крис Таррент, здравствуйте. Здравствуйте, Крис. Как дела? Хорошо. Передо мной сидит Крис, и он застрял на одном вопросе стоимостью 10 тысяч, и думает, вы можете знать ответ. И очень рассчитывает на вас. Неужели? Да, да, сейчас вы услышите Криса, он задаст вопрос и даст варианты, один из которых стоит 10 тысяч. Ясно? Да. Отлично. Удачи, Крис, ваше время пошло. Кристиан Лабутен. Ла-бу-тен. Известен как дизайнер чего? Шляпу, обуви, украшений или косметики. Кристиан Лабутен. 16 секунд. Честно говоря, я не знаю. Возможно, шляп, но это пальцем в небо. Честно говоря, я совсем не знаю. Ясно. Спасибо, Алистер. Прости, Крис. Пока. Пока. Время пошло, 23 секунды. 50 на 50. Ладно, стоп, часы. Компьютер, уберите два неверных варианта, оставив Крис один верный, один неверный. Обувь или украшение? 21 секунда. Мой окончательный ответ – туфли. Вы ведь совсем не знали? Совсем. Ваша жена Джули тоже думает, что это туфли. Она знает? Всякое может быть. Вдруг она в его туфлях. Ответ верный у вас – 10 тысяч. Крис Коулс из Северной Ирландии, Канады, Америки, Вьетнам и так далее, выиграл 10 тысяч, потратив все подсказки. А следующий вопрос будет на 20 тысяч. Не переключайтесь. Вы смотрите заключительную часть игры «Кто хочет стать миллионером», где Крис Коулс выиграл 10 тысяч из последних сил, вырвав верный ответ, но потратил на него все подсказки. Как самочувствие? Я... да, нормально. Зря потратил все подсказки, но... Я все еще в кресле. А почему вы поменяли столько работы и еще не остановились? Вы что, уличный священник? Как изношу, что спросите. Но что это? Наша церковь переживала, что в нашем городке начались хулиганства, бесчинства, и мы решили как-то с этим бороться. Мы отправили команду в самый центр города и начали раздавать кофе, чай, суп, горячий шоколад, ну и все такое вкусное. Попробовали стать лучом света и поговорить с разными людьми, и поработать вместе с полицией. И нас поддержал городской совет. Мы стоим там с часу до трех дня, раз в месяц, и я руковожу командой. Мне это очень нравится, обожаю это. Ясно. Я хочу, чтобы вы выиграли больше. Или хотя бы не потеряли выигранное. У вас 10 тысяч, и если вы сейчас ошибетесь, то потеряете 9 тысяч. Крис, я не хочу, чтобы это случилось. Итак, шестой вопрос на 20 тысяч, но вы не обязаны отвечать. На вопрос у вас будет 30 секунд. Поехали. Какое из этих изобретений названо не в честь человека? Какое из этих изобретений названо не в честь человека? 30 секунд. Гильотина, леотард, бикини, брейль. Придется мне забрать деньги. К сожалению. Ответ окончательный. А, да. Я думал, вы знаете. Тут стены дают. Да, есть немного. А что вы думали? Я знаю, что брейль точно назван в честь человека. Гильотина, думаю, тоже. Про бикини я знаю, что есть такой атолл, и, наверное, выбрал бы леотард. Был такой Джулс Леотард, еще был Луи Брейль, и доктор Джозеф Гильотен. Бикини это атолл. Бикини, остров в океане. Я знал, но думал, что он был назван в честь человека, который изобрел бикини. Я просто не рискнул ответить. Ясно. Но все в порядке. Вы забрали 10 тысяч. Аплодисменты. Молодец, Крис. 10 тысяч уехали в Северную Ирландию. Итак, здоровяк Крис увез в Северную Ирландию 10 тысяч фунтов. И правильно сделал. А мы встречаем нового игрока из города, старее, что в Кенте. Его зовут Джейн Дэйнс. Привет, Джейн Дэйнс. Здравствуйте. Очень рад познакомиться. Присаживайтесь. Вот так. Прекрасно. Преподаватель драмы Джейн Дэйнс любила играть на сцене с тех пор, как в 8 лет сыграла Лису в «Стране чудес». Джейн любит читать книги, но также читает по ладони, кафейной гуще и картам. И уверена, что в ее доме живет призрак. Поэтому сегодня она оставила с ним мужа Стивена. А с собой привела свою подругу Лизу, смотрящую на меня как-то слегка угрожающим. Итак, удачи. 12 вопросов. Первые 7 на время, 3 подсказки, которые помогут дойти до 50, где вы получите четвертую подсказку. На первые 2 вопроса у вас будет по 15 секунд. Джейн, вы готовы? Да. Так, удачи. Мы начинаем обновленную игру «Кто хочет стать миллионером?» Первые вопросы 500 фунтов. На ответ 15 секунд. Что обычно несет тамбур-мажор? Время пошло. Банан, трубу, карандаш, дирижерский жазл. Жазл, ответ окончательный. И верный, 500 фунтов ваши. Итак, второй вопрос. Последний шанс уйти ни с чем, Джейн, но у вас 3 подсказки. Надеюсь, они не понадобятся. И второй вопрос даст вам несгораемую тысячу. Какая из этих форм чаще всего ассоциируется с Луной? Время. Треугольник, полумесяц. Прямоугольник, ромб. Это полумесяц. Ответ окончательный. У вас 1000 фунтов. Молодец. Как приятно. Все хорошо? Да, да. Я думал, будет обморок. Боже. А что за призрак у вас дома? Моего дедушки. Простите? Моего дедушки, Джорджа. Он приходит, когда мне плохо. Вы его видите? Нет, чувствую. Чувствую, как такой прохладный ветерок. А мой младший сын не верил. Но однажды вечером я сказала, о, дедушка стоит на моих ногах, я это чувствую. А он, не пари чушь, мама, потянулся рукой и... Вот с тех пор он тоже поверил. Итак, Джейн, у вас 1000 фунтов. А на что вы нацелились? На какую сумму? Серьезно. Если серьезно, хотелось бы 50. Но меня вполне устроят и 20. Было бы здорово. На что потратите 50 тысяч? Завтра же мой муж уйдет на пенсию. Много лет назад его понизили. Он каменщик. Но попал в руководство в январе, а в феврале его понизили. И пришлось снова класть кирпичи. А у него больная спина. И было бы очень приятно прийти сегодня домой и сказать, уходи с работы. Дорогой, мы едем в отпуск. Да. Я понял. Ладно, давайте играть. У вас 1000 фунтов и все подсказки. Итак, на какое из этих действий за час уйдет больше всего калорий? Время. Бальные танцы, поцелуи, игра в сквошь, водные лыжи. Да. 50 на 50. Так, стоп, часы. Компьютер, уберите два неверных варианта, оставив Джейн один верный, один неверный. Поцелуи или игра в сквошь? Время пошло. Игра в сквошь. Ответ окончательный. Точно не поцелуи? Было бы неплохо. Ответ верный. У вас 2000. О, нет. На русский язык программа озвучена компанией VideoFilm TV по заказу телекомпании Stream в 2012 году. Субтитры создавал DimaTorzok